Михаил Абдурахманович Искендаров, ректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Окончил Московский финансовый институт, ныне Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. В 1982 году окончил аспирантуру Московского финансового института по кафедре политической экономии. Кандидат экономических наук, доцент, профессор, доктор экономических наук. Под руководством Искендарова успешно осуществлено присоединение к Университету Всероссийского заочного финансово-экономического института, Государственного университета Министерства финансов Российской Федерации, Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов Российской Федерации и Института повышения квалификаций информационных работников. Является председателем диссертационных советов по специальностям мировая экономика и экономика и управления народным хозяйством. Осуществляет научное руководство диссертационными работами аспирантов. Научный консультант докторанта. Председатель редакционного совета международного теоретического и научно-практического журнала «Вестник» финансового университета. Член редакционной коллегии ряда научных журналов. Автор более 200 научных публикаций, монографий, учебников, статей, созданных за последние 30 лет, как им лично, так и в соавторстве. Они давно стали своими. И все они будут очень рады встретиться с вами в Сочи. Ведь они так соскучились по вам за год. Осень. Лучшее время для новых встреч со старыми друзьями. С 13 по 16 сентября. Сочи. Отель «Рэдисон Лазурная». Включи «Финверсия ТВ» и ты все узнаешь. Начнем с идеи создания национальной системы квалификации, в том числе и на финансовом рынке. Как вы оцениваете ее? Какие плюсы видите? И какие возможные риски? Сегодня мы фактически возвращаемся к профессиональной подготовке в рамках ВУЗа. И предполагается, если я правильно понимаю, что выпускник ВУЗа должен после окончания учебного заведения еще пройти квалификационный экзамен. И этот экзамен определяет, годен он или не годен. Мы не можем готовить выпускника годного к любой профессиональной деятельности на любом рабочем месте. Вплоть до конкретного места. Мы готовим специалистов широкого профиля. Боюсь, что наши горячие головы начнут требовать наличия этого профессионального сертификата до еще поступления на работу, что не есть хорошо. Насколько вообще эта идея для России актуальна? Особенно если учесть, что действительно с производительностью труда у нас большие проблемы. То есть в самые даже жирные годы, в основном благодаря сырьевой конъюнктуре, экономические показатели были неплохие. Но производительность труда принципиально отставала от этого роста. Я где-то как-то сомневаюсь, что внедрение этих новшеств, о которых мы сейчас говорим, например, использование профессиональных стандартов в учебном процессе, в учебных программах и стандартах, приведет к резкому росту производительности труда. Тут надо глубоко продумать и посмотреть тот же опыт западных государств, да и не только западных, но и восточных государств, для того, чтобы мы не наломали дров. Надо, да, политическая воля есть, цели понятны, но необходимо хорошенько продумать этот механизм. Не получается ли, что если делаешь ставку на вот эти центры, то малый и средний бизнес как бы априори будет отставать в уровне подготовленности сотрудников? Профессиональные стандарты пригодны, когда человек уже отработал, он получил навыки. И он определился с местом работы, и он знает, что он будет заниматься страховым бизнесом, например. Надо увязывать получение профессионального сертификата к его профессиональной деятельности. Сам процесс важен, но необходим алгоритм реализации этого решения найти. У нас такая вот увлеченность, мы часто слышим и от работодателей упрек, что вузы не готовят нужного специалиста, разрыв между требуемой квалификацией и выпускной очень велик. Вот насколько этот упрек вообще связан с изменениями в высшей школе, в частности, например, с ЕГЭ? Тут проблема не ЕГЭ, хотя о ЕГЭ можно и поговорить, и нужно поговорить, но тут проблема перехода на баллонскую систему, не предусматривающую профессионализацию на уровне бакалавриата. Ну не может вуз готовить по размеру сапога работодателя. Ну не может и не должен готовить. Мы даем ему знания, позволяющие ему освоить любое рабочее место. Что касается ЕГЭ, ЕГЭ тут другое. Значит, ЕГЭ это инструмент, который ограничил вот этого будущего специалиста узким мышлением. Вот вы так отстаиваете чистоту фундаментального образования, но при этом вы горячий, насколько я знаю, поклонник, когда корпорация заинтересованных в выпускниках приходит в вуз и начинает совместно действовать. Я за, поэтому у нас достаточно большое количество так называемых базовых кафедр и большое количество практикующих специалистов, которые работают как в системе общего образования, я имею в виду бакалавриата, магистратуры, так и аспирантуре, так и на различных формах профессиональной подготовки, имеется в виду повышение квалификации, переподготовка, MBA программы и так далее, я за. Не размылся уровень диплома финансового университета? Рейтинги этого года показывают, что у нас хорошее продвижение вверх-обратно. Мы заняли 13 место в рейтинге экспертра. Такой показатель, который не мы сами составим, а это оценка работодателей, это оценка экспертов, это оценка экспертного сообщества и объективной оценки, средний балл поступающих в университет, научные публикации и так далее, так далее. Мы на 24 месте по мнению Интерфакс, что тоже очень хорошо. И впервые мы вошли в 150 лучших вузов Европы по показателю подготовки специалистов по экономике. Не возникает вот ощущение жалости, что сменили прежнюю классическую систему образования? Самая главная проблема у нас, как это ни парадоксально в моем понимании, это не умение людей работать самостоятельно. Мы их не начали учить в школе. Потом в вузе это очень тяжело сделать, потому что он 11 лет привык учиться так, как учился. Осваивать новые дисциплины он не может, потому что он как ни старался бы в вузе, но если нет навыка самостоятельной работы, то за три года как он учится здесь, потому что четвертый курс это все-таки профессиональная подготовка, это практика, это дипломная работа и так далее, это фактически нереально. То есть мы взяли часть системы, а вот первую часть, значит, его подготовка к самостоятельной деятельности, умение работать с источниками не в классах, а дома, оно мешает дальше осваивать. Вторая причина это ЕГЭ. ЕГЭ с одной стороны, значит, очень был хороший инструмент, позволивший вузам освободиться от так называемой коррупции. Но в то же время, коррупция она не исчезла, она пришла просто на другую систему, но в то же время она отвадила, эта система отвадила выпускника или школьника от фундаментальности образования. Плюс еще наступила эра интернета, и студент, который владеет гаджетом, владеет некоторыми программами, решил, что он, зачем ему, как мы с вами, как я, глубоко изучать классику, глубоко изучать математику, условно говоря, глубоко изучать, в конце концов, ту литературу, которую он начал заниматься кнопочными знаниями. Он решил, что зачем ему все это делать, если он может в любой момент открыть, условно говоря, геркипедию, какой-то иной источник, он найдет это, да? Но это временные знания, они исчезнут. Вот как только он закрыл гаджет, они исчезнут у него, да? И наступит момент, когда он окажется без гаджета, и он уже не сможет это. Потом меня смущает выступление некоторых наших руководителей, в том числе финансово-банковских структур, которые говорят, а зачем нам глубокие знания? Нам не нужны глубокие знания ни у школьников, ни у студентов. Он должен обладать некими навыками, а вот больше нам не нужно. Это говорит, в том числе, один из очень больших людей, которые уже в течение многих лет, к сожалению, определяют экономическую политику. Человек, не обладающий навыками глубокими, не обладающий культурой, не обладающий знаниями в классике, это не есть нормальный выпускник. Тогда давайте вместо вузов будем в техникумах готовить. Там вполне те же, извините, навыки он может приобрести в техникум. Время. События. Люди. Города. Дороги. Сети. Мнения. Рынки. Информация. Портал «Финверсия». Финансовая версия происходящего. Это я вспоминаю по этому поводу, когда Юлиану Августу, императору, принесли проект всеобщего образования, и он написал гениальную резолюцию, что государство не сможет обеспечить, тогда уже, это был третий век, всеобщее образование, а сможет обеспечить только всеобщую грамотность. А грамотный, но не образованный человек опасен для общества. Когда студенты начинают вдруг на лекции задавать профессору вопрос, слушайте, а вы ошиблись где-то там, вот тут в Википедии написано так, это уже вызывает не гордость, а жалость, потому что, значит, он решил, что он, подсмотрев то, что написано в Википедии, знает больше, чем профессор. Вот очень много разговоров о том, что через 15-20 лет не будет классических университетов, а, значит, все образование перейдет на дистантное, значит, образование будет идти из отдельных центров. Это очень глубокая и, с моей точки зрения, ну, колоссальная ошибка. Дело заключается в том, что, опять-таки, в моем понимании, университет — это не только место приобретения навыков и некоторого умения. Университет — это ячейка, где создается в том числе человек как личность. Ну, вот скажу одно слово, и меня будут долго презирать, это самое, но и патриотизм. Мы много лет убрали из образования понятие воспитания, а это была большая ошибка. И, может быть, вот эти молодые ребяты, которые выходят сегодня на улицы, они, значит, именно от отсутствия вот этого понимания, значит, вот образования, понимания патриотизма, понимания задач и целей страны. Я не говорю о том, что они не имеют права выходить, но с чем они выходят. И процесс воспитательный, процесс создания вот того, что я называю обществом и даже семьи — это тоже социальная роль университета, и без этого никак не получится. Вторая роль или задача университета — это создание ученика и учителя, работа, совместная работа учителя и ученика. Ни одно общество, вы вспомнили о III веке нашей эры, значит, или попозже, III век, значит, ни одно общество не может обойтись, значит, без вот этого совместной работы ученика и учителя. Потому что не от того, что он передает знания, там стоит с трибуны, вещает, а потому что он должен работать с ним. И я ругаю сегодня своих профессоров большей части не потому, что они не дают какие-то знания, а потому что перестали с глазу общаться с учеником. Профессор, у которого нет 5, 6, 10 учеников, он не может зваться учителем, потому что его ученики должны продолжать его дело. И задача университетов — создавать такую систему, которая позволяла бы постепенно передавать эти знания и навыки молодому поколению. Иногда иначе наступит тот момент, который назвал один известный американец, значит, конец истории. Потому что можно, конечно, какие-то навыки дать из одного центра, можно выложить в этом центре все лекции лучших лекторов мира, но, извините, слушать лучшие лекции дистантно, это, конечно, можно приобрести и навыки, и умения. Но то, что называется самое главное богатство, богатства человеческого общения уже не будет. А без этого общество — это опасное общество. Состояние финансового образования сегодня и возможные сценарии его развития, вот как вы оцениваете, потому что действительно не только волею некоторых менеджеров, которые так видят картину, но и волею рынка зачастую все сводится к таким упрощенным каким-то моделям, к обслуживанию конвейера. И конвейера простого, например, кредитного, который у нас в стране долгое время из-за кредитного бума был наверху, а, скажем, настоящих фондовых специалистов, настоящих специалистов по институциональным инвестициям, по более сложным продуктам было мало. Вот кредитный конвейер довольно простой, забирал все. Вот каковы перспективы финансового образования? Финансовая система на 95% — это банковская система. Поэтому говорить о финансовой системе надо говорить о, в первую очередь, банковской, которая и так уже сужается, как видите, до предела, которую уже дальше надо останавливать. Потому что у нас в некоторых регионах вообще никакой банковской конкуренции уже нет. Потому что там в лучшем случае один-два банка остались, которые зачастую согласуют свою кредитную и процентную политику, что опять-таки это не рыночные отношения уже становятся. Если такими темпами мы пойдем, то в ближайшее время может оказаться в стране семь-восемь банков и все. Это тоже очень плохо. Финансовое образование, безусловно, меняется вместе с теми тенденциями, которые есть. Хотим мы или нет, финансовые технологии, финтех так называемые, он активно внедряется и на Западе, и здесь. И, конечно, мы сейчас активно внедряем в учебный процесс эти инструменты. Мы уже три года назад сформировали совершенно новую кафедру или департамент, называется, больших данных и машинного обучения. и сейчас активно разрабатываем для использования в учебном процессе, и не только в учебном процессе, то, что мы называем и блокчейны, и другие инструменты. И понятно, что будут востребованы, наверное, выпускники тех вузов, которые уже сегодня думают об этом. Потому что при всей любви моей к классическим банковским учреждениям все-таки мир меняется, и зачастую параллельно с банковскими системами или банковскими учреждениям начнут развиваться и активно действуют финансовые технологии. Уже мы сегодня видим. Да и мир показывает о том, что этот процесс идет. И завтра ваш выпускник может в компании Телеком пригодить? Может, да. И должен, на самом деле. Мы сейчас поэтому начинаем совместные программы с крупными техническими вузами. Например, в этом году мы уже открываем две программы. Одна программа вместе с Московским институтом Стали и Сплавов, магистрская программа. И вторая программа по корпоративным финансам. с рядом, значит, пока договоренность есть с рядом банков, ну, с их подразделением, которое занимается соответствующими направлениями, по финансовым технологиям. Потому что мы сегодня не опаздываем, но завтра мы уже можем опоздать. Сегодня еще может быть рано, но завтра может быть поздно. Поэтому мы будем развивать эти программы. Мы будем работать с крупными компаниями. Мы будем продолжать, безусловно, работать и с крупными банковскими структурами. Буквально несколько дней назад мы проводили большую конференцию с участием представителей крупнейших работодателей по поводу как раз финансовых технологий. Сегодня обращают на это внимание многие, ну, Яндекс, например, мы с ним начинаем вести определенные переговоры с крупными банками, которые используют активно эти инструменты, например, с тем же Сбербанком, так, ВТБ, Альфа-банком, Россельхозбанком. Мы прорабатываем возможность совместных программ магистрских и бакалаврских. Поэтому, да, как нам бы не хотелось, но эра классических банковских учреждений, может быть, идет к тому, что будет меняться и серьезно. И мы не можем готовить специалистов прошлого, мы должны готовить специалистов будущего. Субтитры создавал DimaTorzok